Всем привет, друзья! В прошлом ролике я покупал себе эксклюзивное авто за 130 миллионов, название его Patriot. В общем, если не видели ролик, обязательно посмотрите. Сейчас мы спустимся к нему в гараж. Сегодня у меня в планах поставить на эту замечательную машину наклейку Supreme. Я так понял, кстати, Hammer тюнинговать нельзя, но может быть Nitro еще поставить можно, а вот колеса... Хотя колеса тоже можно поставить. Я вот думаю, стоит ли их вообще менять или нет, потому что как бы в оригинальном виде он смотрится просто шикарно. Я на LVPD-карт ставил вот такие вот колеса тоже, золотистые, но вот на Hammer, мне кажется, такие уже не подойдут, поэтому менять их, наверное, не стоит. Сегодня у меня просто бомбовая идея, которую, кстати, предлагали тоже мои подписчики в комментариях, но она у меня еще и была до этого. То есть у меня есть наклейка Supreme, где она есть? Вот наклейка Supreme, одна штука, и сегодня я хочу поставить ее на эту машину. Будет, мне кажется, топчик. Так, ну и что, давайте ведем команду Supreme. Supreme. Вы успешно установили наклейку Supreme на свой автомобиль? Ебать, смотрите, пацаны, она появилась на заднем стекле. Я даже не знаю, вот я сейчас поставил наклейку Supreme, которая стоит 20 с лишним миллионов, и я просто не знаю, смотрится она нормально или нет. Я, конечно же, буду ждать вашего мнения в комментариях, друзья, потому что вроде бы нормально, а вроде бы есть какие-то сомнения. В общем, я жду вашего мнения в комментариях. Также, друзья, в одном из роликов я разыгрывал свой Санкинг. Сейчас вы видите этого счастливчика на своих экранах. Я тебя поздравляю, дружище, свяжись со мной в ВКонтакте для получения своего приза. Сразу скажу, что не нужно меня там наебывать, а потому что я все равно проверю, кто настоящий победитель, чей комментарий победил, чей аккаунт был и так далее. А кто будет обманывать, я просто кину в ЧС, потому что уже были такие ситуации, и один раз я даже повелся из-за своей невнимательности. Ну а в этом ролике хотелось бы, опять же, разыграть 2 миллиона среди своих подписчиков. Для этого вам нужно поставить лайк под этот ролик, написать положительный комментарий и подписаться на мой канал. Также устанавливайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Все эти действия выполняете обязательно, и рандомная программа среди всех, кто принял участие, будет искать победителя. И опять же, я выведу его на экран в следующем ролике. И я вообще не понимаю, почему у меня 40 фпс-50 при записи. Что-то, по-моему, мой компьютер уже изживает свое, и что-то надо задумываться, по-моему, уже о смене своего железа. Видеокарту явно надо другую покупать, блядь, а, заебали эти автобусники по всему городу ездят. Так, ну что, наклейку Supreme я поставила, теперь, можно сказать, общая стоимость этой машины у меня 150 миллионов составляет, так как стоит машина сама 130 миллионов, и наклейка Supreme 20 миллионов. Сейчас мы еще ее попробуем затюнинговать, так, без Nitro просто никуда. 70 тысяч стоит Nitro, ладно, давайте поставим. Так вот, уже подбежали, меня устанавливают вроде ее. Да, кто-то меня узнал даже. Шалом! Здорово! Да, цвет, смотрите, цвет менять нельзя. Но это такая машина, в принципе. Это как на ФБР-траке, цвет нельзя изменить, и, в принципе, здесь тоже нельзя изменить, это даже плюс. Потому что, кто мучается постоянно с тем, что всякие бомжики перекрашивают их машины там, возле казино и так далее, то этой машине это вообще не грозит, это ее плюс. А, меня кто-то попросил Фому принять, сейчас примем. Так, давай. Так, все приняли, челика Фому, все, спасибо, да не за что. Кстати, такой прикол, у него Nitro идет с одной трубы, значит, которая выходит вот эта вот вверх труба, единственная выхлопная, вот она, блин. Так-то вроде бы прикольно выглядит, но как-то непривычно, что оттуда Nitro ебашит. Но больше, в принципе, из тюнинга я больше ничего не поставил. Колеса, я буду ждать все-таки вашего мнения, стоит ли менять колеса и на какие, либо оставить же стандартные. Но мне кажется, стандартные будут выглядеть намного лучше. Ну и гидравлику, в принципе, смысла я ставить не вижу, потому что, блядь, гидравлика это гидравлика. Гидравлика только вот на Санкинг подойдет. Так, друзья, за мной жесткая погоня. Сейчас по-любому нам будут штрафы ебашить. Называется, приехал в казино, вон уже мусор. Че надо? Опа, манчини. Все, даем взятку мусору. Я пошел. Окей. Стоп, говорит, блядь. Сука, все, это взятка. Залетаем в казино, надеюсь, у меня понял. Передаю тебе, кстати, привет, Эрнест Мартин. Почти мой тезка, только я Эрнеста. Ну ладно, не суть. Давайте сейчас купим фишки. Думаю, 25 тысяч фишки. Блядь, не хватает, я понял. Так, 10к, давайте попробуем кинуть кости сейчас на 10 тысяч. Может быть, повезет. Вот, блин, я не угрального стола. Как я не угрального стола, если я у игрального стола? Че за бред вот вечно. Так, раз, два, три. Ёлочка, гори. Пожалуйста, затащись. Сука, ну блядь, ну блядь, ну блядь. Сука, блядь, почему? Так, мне кинули 10 тысяч, последние мои бабки. Блядь, я их тоже въебываю. Пиздец просто, жестко. Все, минус 2 миллиона ради серии. Я думаю, просто залечу, затащу пару вставочек и выскочу. Но не тут-то было. Да, конечно, что-то, по-моему, мне уже... Знаете, что я подумал? Блядь, я открыл свою машину и сел на какое-то дерьмо. Вот, третий день мне не везет в казино. Я что-то уже задумываться начал. Может быть, мне вообще не стоит просто больше ходить в это казино? Потому что, просто, я уже столько бабок втюхал за несколько дней. Это просто жопа. Кстати, друзья, я приехал на автобазар. Не знаю, зачем посмотреть, что тут вообще, что, кто продает. И, кстати, пока я ехал, у меня возник такой вопрос. Бывает, короче, наверное, все знают, что бывает, например, как вот на каком-нибудь FKR 900, да, мотоцикле, там иногда появляется стекло. Иногда пропадает пластмасса, вот, рандомным образом. После, там, парковки или еще чего-то, или перезахода в здание, вот. И на Хаммере точно такая же ситуация. То есть, появляется дополнительный такой бокс, типа, натянутый, знаете, у Хаммера тоже бывает. Вот, например, не прорезь вот эта, а чисто такой идет квадратик, завершенный до фар, вот. Ну, вы, короче, поняли, тоже выпадает по-разному. То есть навес такой, то нету его. И вот, я думаю, если будет такой навес, то где у меня будет наклейка Supreme? Она что, не будет показываться или что-то типа такого будет? Вот, если кто-то знает, то напишите в комментарии обязательно. Также, друзья, давно я что-то вам не говорил, чтобы вы регались на Муник. Обязательно регайтесь на Муник Эрнеста Мончини. Вот он находится у меня на первом месте. Обязательно на него регайтесь, если будете начинать здесь играть, переходить со мной сюда куда-нибудь с другого сервера, с другого проекта. В общем, не важно. Я буду вам очень признателен. Деньги за рефералку я уже редко отдаю, потому что это очень сложно делать. Я вам даже сейчас покажу, почему. Просто, ну, я даже не до конца сейчас буду рисовать, это будет очень долго. 500, 600, 700, сейчас я вам это все покажу. 1130 рефералов у меня, друзья. Вы думаете, это просто легко найти, вот это вот вас в рефералах? Это очень сложно делать. Вот, поэтому я все-таки, если вы скринете, что регаетесь, я стараюсь отдавать. И, тем более, личка очень загружена у меня. И также, с шестого уровня, друзья, работает промокод хэштег ErnestoShow. Дает вам 200 тысяч. В общем, все полезные ссылочки, промокоды есть в описании. С вами был Ernesto. Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо за ваш поставленный лайк. Спасибо за ваш комментарий. Всех люблю. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok